Добрый вечер! Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. И еще раз я хотела бы сказать огромное спасибо организаторам этого воркшопа и моего приезда. Я очень давно хотела увидеть Киев, и сегодня я очередной раз гуляла по Киеву и думала о том, что мне совершенно не хочется уезжать от вас. У вас совершенно потрясающий город и удивительная абсолютно атмосфера. Меня попросили немножко рассказать пару слов о себе. Я художник-иллюстратор, живу последние 10 лет в Италии. Сама я из Москвы. Первое образование у меня Суриковский институт. Я училась в живописи. И мне в голову, честно говоря, не приходилось, что я буду заниматься иллюстрацией. Я писала такие абсолютно гигантские холсты, которые были примерно в два раза больше меня. И когда я их писала, меня за ними не было видно. Потом, когда я закончила Суриковский институт, мне захотелось поехать в Италию и попробовать что-то совершенно другое. В Италии, собственно, я выбрала Болонию, потому что, сами знаете, почему по теме сегодняшней лекции. Потому что Болония – это столица книги. И Болонская ярмарка проходит там уже несколько десятилетий. Выбрала я академию и факультет иллюстрации и печатной графики. Это фрагменты моего диплома по Достоевскому. Это арт-книга, которая выполнена всеми печатными техниками. И общая длина ее 12 метров. Это по Достоевскому дневник. Двоенник Достоевского. Это моя студия у меня дома. Это моя последняя книга, которую мы сделали вместе с Артуром Геворгизовым. И, собственно, вот эту книгу я в этом году представляла на Болонской ярмарке. И сейчас я веду как раз переговоры с разными издателями. Я очень, честно говоря, надеюсь, что получится издать эту книгу. Не потому что мне хочется себя увидеть, изданной за границей, потому что я очень люблю Артура Геворгизова. Может, кто-то из вас его знает. Он совершенно удивительный детский писатель. Мне бы очень хотелось, чтобы о нем узнали во всем мире. Помимо детских книг я делаю также и книги для взрослых. Это книга поэзии о тайге. Это «Женщина в белом», которую я делала для итальянского издательства «Элли». Для того, чтобы позволить себе много заниматься детской книгой, мне довольно много приходится заниматься рекламной и журнальной иллюстрацией для самых разных изданий. Хочу сказать, что мне это нравится ничуть не меньше. И, в общем-то, это просто совсем разный опыт, разные сроки. Но это для меня все страшно интересно. Это одна из моих последних книг, которая называется «The Real Boat». Мы ее сделали вместе с Мариной Арамштам. И я пару слов хочу рассказать об этой книге, потому что именно благодаря Болонской ярмарке сейчас эта книга довольно успешно продается по всему миру, что для меня огромная радость. Она вышла сначала в Англии, потом в США, в Австралии, во Франции. И сейчас она осенью выйдет в Китай и в Италию. И вот буквально в сентябре она наконец-таки выйдет на русском языке. То есть такой вояж получился у этой книжки по всему миру, прежде чем она выйдет на том языке, на котором она была написана. А, значит, как все началось? Дело в том, что я, в общем-то, практически всю свою жизнь очень люблю корабли. И постоянно их в разных формах воспроизвожу. То есть у меня это и живописи, и иллюстрации, и скульптуры. И меня, значит, мои знакомые сейчас спрашивают, Вика, что, собственно, это все значит? Почему у тебя все время корабли? Дело в том, что я родилась в Москве в довольно страшном районе. То есть это район такой урбанистический, там где одни фабрики и заводы. Станция метро так и называется, автозаводская. Из окна у меня был виден огромный завод с трубами и еще и железной дорогой. И я довольно долго не могла вообще заснуть, если я не слышала, как поезда проходят туда-сюда. Вот такое у меня было детство. Не могу сказать, что мне это не нравилось, но вот как бы у меня была такая среда. И когда мне было 5 лет, меня в первый раз родители отвезли на море. И вы знаете, у меня был настоящий шок. То есть, ну вот когда ты живешь все время в таком вот каменном мешке, тебе кажется, что весь мир, он вот, собственно, такой. И когда я увидела бесконечное совершенно море, еще мы приехали в сентябре, когда пляжный сезон закончился, и вообще никого не было. И это было какое-то бесконечное счастье. А в советское время люди ездили, это вот пускай она долго, то есть мы приехали на месяц, это не как сейчас, там, на недельку ты куда-то вырываешься. И вот это был месяц какого-то бесконечного счастья. Так? Вот. А для меня еще самое удивительное было то, что люди, которые жили вот в том городе, куда мы приехали, что вот у них как бы все время море. То есть это вот как все время Новый год, все время какой-то праздник. И вот этот восторг, я в себе хранила, то есть когда мы вернулись в Москву, в эту снежную, холодную, с этими заводами, у меня все время вот эти вот воспоминания, они меня согревали, так сказать, в холодную московскую зиму. И я помню, что мы нашли с мамой такую большую ракушку, и знаете, как в детстве ты ее прикладываешь, и слышишь море. И вот я помню, как я сижу в кресле, смотрю вот на эти трубы из окна, и слушаю шум моря. Это я ем сахарную вату. Вот как я, собственно, радуюсь. И поэтому вот это сильнейшее совершенно впечатление, оно, видимо, на меня так сильно повлияло, что я потом только корабли, собственно, и рисовала. И я поймала себя на мысль, что каждый раз, когда я рисую море, у меня такое ощущение, что я возвращаюсь в детство и переживаю вот это состояние первой радости, которую я испытала, вот этого совершенно бесконечного счастья. И представляете, происходит такая вещь, пишет мне писатель, который просит меня проиллюстрировать книгу о кораблях. А вся книжка, там, значит, только одни корабли. Я думаю, боже мой, я первую неделю вообще не могла прийти в себя. Ну, то есть вот приходит к тебе твоя книга, и такое ощущение, что она была написана для тебя. Я, конечно же, сказала, Марина, все, я все откладываю, буду, значит, только и делать, что рисовать эту книжку. Рисовала я ее очень долго, потому что мои друзья, когда увидели мои иллюстрации, мои эскизы, они очень вдохновились и сказали, слушай, давай сделаем мультик и приложение, и вообще, чтобы все это было анимировано, что это двигалось. Я сначала очень обрадовалась, а потом очень расстроилась, потому что у меня большинство иллюстраций сделаны в коллажной технике, и вот как бы каждый элемент мне для этой самой затеи нужно было отдельно сканировать, вот там каждый кораблик, нужно было отдельно отсканировать, вычистить фон, назвать слой, значит, к своим каким-то именем. И поэтому у меня, значит, работа над этой книжкой растянулась просто-таки на годы. Бедная Марина, значит, на все это так смотрела, ну да, ребята, окей. И когда мы сделали, значит, пробный анимационный ролик, мы сначала запустили проект на Кикстартере, потом мы искали спонсоров, нашли-таки спонсора, такого серьезного дядьку, который вроде бы как говорит, ну окей, давайте показывайте мне, значит, свои картинки, мы, значит, его показываем. И он, значит, так смотрит и говорит, о господи, это же похоже на искусство. Ну, в общем, после этого стало понятно, что как-то у нас с анимацией, наверное, ничего не получится. И я оставшиеся картинки, слава богу, нарисовала уже спокойно, ничего не сканировать каждого козявочку. Но все равно это все страшно затянулось, то есть у меня, наверное, получилось, что я на этой книжке работала больше двух лет. Значит, что произошло, собственно, когда я пришла с ней на Болонскую ярмарку? Книга эта довольно объемная, там 64 страницы. Ну, для нас, для как бы вот постсоветского пространства, это, в принципе, норма, потому что мы любим книги, в которых много текста, мы обращаем внимание на текст, на его содержание, да, на его объем. И как бы вот если уж ты заплатил деньги за книжку, то там уже должно быть много всего, да, там и текста, и картинок. И я, значит, приношу свою книжку на Болонскую ярмарку. Слава богу, у меня было очень много встреч. Все встречи прошли очень успешно. Я помню, что у меня было около 13 встреч, и не было ни одного отказа, что, в общем-то, большая редкость. Но при этом почти все издатели мне сказали, суперклассная книжка, мы ее только в два раза урежем, а так все окей. Я так как-то, значит, ну, минуточку, подождите, как-то мы ее в два раза урежем. Ну, и мне говорят, послушайте, ну как, 500 знаков норма, да, у вас 64 страницы, это вообще никак. Значит, ну, давайте там 30, ну, 36. Я, значит, рассказываю это Марине, она в ужасе от того, что пропадут мои иллюстрации, а я в ужасе, что пропадет ее текст. И мы, значит, так долго бодались, бодались с разными издателями, вдруг нарисовалось английское издательство «Темплер», очень крупное, и они так на все это посмотрели и сказали, о, а мы что, мы сделаем такую большую, красивую подарочную книгу к Новому году. Я говорю, отлично. И вот, значит, это единственное издательство, которое согласилось на такую авантюру. Значит, почему такая ситуация сейчас на европейском рынке? Во-первых, потому что есть традиция так называемой книжки на один вечер. Что это такое? Это когда вы начинаете читать книжку ребенку, и вот как бы за вечер вы ее всю прочитываете. То есть почему-то есть такое вот мнение, что ребенку памяти, значит, на два дня не хватит, чтобы книжку прочитать. Очень странная история, но я думаю, что она скорее обусловлена тем, что книжка в 64 страницы очень дорогая в печати, а вот книжку в 36, ее, конечно, намного дешевле напечатать. Поэтому вот эта вот идея про книжку на один вечер, мне кажется, что она отсюда подтянулась. Но, друзья мои, у меня, значит, к вам вот какой совет. Если вы планируете книгу, которая будет объемом больше 48 страниц представить на Аболонской ярмарке, имейте в виду, что, скорее всего, что ее продвинуть будет очень трудно. Конечно, можно издать все, что угодно. У меня есть один знакомый агент, который говорит, но это, правда, он говорил про изобразительное искусство, но тем не менее, он говорит, что продать можно абсолютно все, что угодно. Главное только найти своего клиента. То есть перефразируем, можно сказать, что главное только найти своего издателя. Но это будет значительно труднее. То есть вот идеальная книжка для представления на Аболонской ярмарке – это 500 знаков. Вот 500 знаков, это, чтобы вы понимали, это листика 4. И объем 36, 40, 48, вот примерно в этом диапазоне. Лучше-меньше. Значит, чем меньше текста, тем лучше, чем тоньше книжки, тем лучше. Ну, поскольку тиражи в Европе небольшие, там, ну, 2 тысячи, 3-5 тысяч, 10 тысяч – это уже очень большая редкость, но только крупные издательства могут себе издавать книжки больше 10 тысяч. Поэтому вот такая история, такой совет. Потому что я намучилась страшно с этой историей. Потом, когда рассказывала это все, значит, Марине, она страшно удивилась, потому что она-то с этой историей никогда не сталкивалась на отечественном рынке. Значит, что, собственно, про болонские традиции? Что я вижу вот последние годы? Очень хорошо принимаются книги с какой-то яркой, свежей идеей. И вот ты приходишь на ярмарку каждый год и думаешь, боже, ну как здорово, вот сколько разных идей, сколько всего классного придумано. Ну, все, наверное, вот круче, чем в этом году, уже ничего не будет. Потому что, ну, вроде как, уже все придумано, уже все сказано. И каждый год ты видишь все новые и новые вещи. И это, конечно, совершенно потрясающая вещь.